Музыка Южная часть города, станция, яркая вывеска так и манит покупателей. Им наряду с газировкой и чипсами в этом магазине продают и алкоголь. Причем не только днем, но и ночью после 11. Убрать сумку, чтобы не привлекать внимания, ведь продавщица знает, закон нарушает, но выручек важнее. Таня покупатель сообщает проверяющим о том, что закупка состоялась. Короткая реплика означает, что только что подмосковный закон о реализации алкогольной продукции был нарушен. Разбираются и с продавцом, и с хозяином торговой точки. Последний, кстати, не смог предоставить разрешение на работу своих сотрудников. Сотрудник полиции тоже участвует в рейде. Он фиксирует право нарушения. В итоге штраф получил и продавец, и владелец торговой точки. Только учитывая выручку, которую здесь зарабатывают за ночь, сильно местных торговцев денежное наказание не пугает. В любом случае, подобные рейды продолжатся в городе. А этот магазин около станции. У общественников и полиции на особом контроле. Прогулка во дворе дома для Татьяны Карсовой и ее дочери каждый раз испытания. Качели и горки трехлетнюю Амелию не интересуют. А вот грязь рядом с детской площадкой манит, как магнит. Наши прогулки проходят очень грязно. Если мы хотим чистоты, нам приходится идти в парк. Но в парке нет песочницы, там скучно. Приходится возвращаться обратно сюда. И грязь, 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 грязь. Проблемы на советской 15 появились еще в сентябре прошлого года. Тогда от второй городской котельной тянули теплотрассу к новому микрорайону 6А. Работы завершили. А вернуть в первоначальный вид забыли. У нас здесь все самое последнее. Хай-тек технология называется. Это сколково нано. Это сколково нано. Сколково нудо. Михаил Хмельев скоет происходящего в шоке. Сегодня, говорит, сухо. Машину мыть не придется. А когда на дворе непогода, во дворе грязи по бампер. А других мест для парковки просто нет. Еще немножечко я бы заехал на детскую площадку. То есть, следовательно, парковочных мест нет. На тротуаре парковаться нельзя. Так как приезжают эвакуаторы, эвакуируют машины. И как бы ставить ее толком негде. А осенью или весной здесь вообще просто беда. Потому что даже ее в грязи оставить невозможно. Потому что из нее потом выйти просто нереально. О проблеме местные жители написали на портал Добродел. Обратились в теплосети и администрацию. Виновника их бед нашли. И определили срок, в течение которого во дворе снова будет порядок. Этими работами занимается R-сетевая компания. Они же будут восстанавливать благоустройство зеленой зоны возле дома. Все работы будут завершены до 1 мая. До 1 мая осталось две недели. Местные жители надеются, что все работы к этому сроку завершат. Вот только погода беспокоит. Синоптики обещают дожди. Жители Советской, шутя, приглашают всех в местную грязелечебницу. Дайте сейчас все посмотрим, где зона вашей ответственности, где зона нашей ответственности. Размер спорной территории около станции метро несколько сотен квадратных метров. А спор, собственно, о том, кто должен убирать определенные участки. В ходе двусторонней встречи выясняется, скорее всего, проблема в том, что график коммунальных служб Приутовой и Москвы не совпадает. Сложности одни, что у нас проходит ежедневная уборка. А у московских предприятий, за которыми закреплены их территории, то есть их уборочные площади, к сожалению, они убираются не ежедневно. Представители управы Новокосино настаивают. Четких границ нет. Отсюда все проблемы. А чужую, Реутовскую территорию они убирать не должны. Границы размыты. И, наверное, службы не могут определить точно, где границы уборки. Поэтому возникают ситуации, что кто-то где-то не досмотрел. Вот и получается, полоса чистая территория, полоса грязная. На этой встрече и пытаются договориться, чтобы порядок был на всей земле. Для этого нужно, к примеру, наладить коммуникации между столичными и подмосковными коммунальщиками. Чтобы, если не досмотрел один, другой мог подсказал. Меняются у нас ответственные исполнители телефонами. Раз там, Вась, у тебя грязно, да? Он прибежал, убрал. Или наши позвонили, сказали, что у вас дворники не дотягивают. Вы там где-то подтянулись. Договорились? Хорошо. В итоге все-таки выяснили, что спорная территория, московская, это подтверждают и документы. А значит, за неубранные, не риотовские участки ответственность несут столичные коммунальщики. Данный тротуар, он, конечно, московский, но именно только тротуар и газон, прилегающий к проезжей части. Дальше территория идет города Риотов. Площадь около метро, она стоит на балансе тоже города Москвы. Убирается там вот на прилегающей территории блок московский метрополитен. Работать по новому согласованному графику Москва и Риотов будут со следующей недели. Наблюдать за тем, как выполняются все обязательства, пообещали обе стороны. Сегодня утром температура воздуха плюс 10 и небольшие осадки, об этом сообщает Гесметио. Днем уже 16, тепло, а к вечеру столбики термометров покажут опять же 10 градусов выше нуля. Ветер южный 4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова